МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День энергетика в Десногорске. Это был Степанов Петр Михайлович, он был перестроителем нашего города. Подведены итоги проекта слава Созидателям в 4-й школе. Сводка криминальной обстановки в городе. Я научился не бояться этого, во-первых. И во-вторых, я научился стоять намного жёстче. Итоги традиционного юношеского турнира по дзюдо. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 22 декабря коллектив Смоленской атомной электростанции отметил профессиональный праздник. Торжественное мероприятие прошло в Центре информации «Нейтрино». 2017 год для Смоленского атомного предприятия «Юбилейный». 25 декабря 1982 года был подписан акт о приёмке эксплуатации первого энергоблока. Поэтому День энергетика в этом году отмечался по-особенному. В ярко украшенном фойе пришедшие на праздник гости могли сфотографироваться или записать видео на память. Повсюду царило радостное, добродушное настроение. Горжусь, что посвятил своей жизни развитию атомной энергетики. Суммарно я участвовал в пуске шести блоков. Шевченковский на Каспии, два Курских и всех три Смоленской АЭС. Настроение, конечно, праздничное. 35. Срок, конечно, солидный. Со дня пуска Смоленской АЭС. Место зоны санитарно-защитной, санаторно-курортная здесь. Я хотел бы, чтобы по-прежнему экологически чистая создавалась обстановка, чтобы модернизация третьего блока прошла успешно и чтобы приступили к строительству Смоленской АЭС-2. Настроение праздничное. Каждый год мы радуемся, когда наступает День энергетика. Считаем его своим профессиональным праздником. Так или иначе, мы все к этому причастны. Может быть, не совсем основное производство, но все равно. И для нас это преддверие Нового года. Нашим ветеранам, прежде всего, хочу пожелать здоровья, долгих лет жизни, чтобы они успели передать нам, молодежи, свой богатый опыт, полученный за многолетний труд на нашем предприятии на Смоленской АЭС. В этот торжественный вечер работников Большого атомного предприятия поздравили глава города Андрей Шубин, заместитель губернатора Смоленской области Андрей Борисов, депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, духовенство и руководство станции. 35 лет назад первостроители передали знамя стройки первого нароблока в руки эксплуатационников, эксплуатационники Смоленской атомной станции приняли это знамя и гордо несут его, и по сей день. И уверен, и в дальнейшем мы это знамя не опустим, не уроним, а будем также гордо и достоинство нести. Давайте мы пожелаем всем нам надежной, безопасной эксплуатации энергоблока в Смоленской атомной станции, и мы всегда уверенно будем говорить, что мы будем давать свет и тепло всем, кто пользуется нашей электростанцией. С праздником вас, уважаемые друзья! 20 десногорских атомщиков были удостоены почётных званий. Это те, кто много лет жизни отдал развитию и процветанию атомной энергетики. На основании решения Смоленской областной думы по поручению председателя Игоря Ляхова почётными грамотами Смоленской областной думы наградили директора Смоленск Атомтехэнерго Михаила Акульского, генерального директора Смоленской АЭС-сервис Эдуарда Синовоза, инженера отдела радиационной безопасности Смоленской АЭС Светлану Гасилову и костюмера сектора культурно-досуговой и спортивной работы ППО САЭС Галину Шацкую. Адрес от Смоленской областной думы был передан директору Смоленской атомной станции Павлу Лубенскому. Самым главным подарком для энергетиков в этот вечер стал яркий концерт, подготовленный творческими коллективами сектора культурно- и досуговой работы первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС. Смоленские наградили победителей и призёров рейтингового соревнования среди промышленных предприятий региона. Всего в отборе приняли участие 49 организаций. Работников и руководителей ведущих предприятий, которые внесли значительный вклад в развитие экономики региона, наградил губернатор Алексей Островский. В список победителей рейтингового соревнования вошло и Десногорское предприятие химической промышленности «Полимер». В Смоленской администрации талантливые школьники и студенты получили стипендии имени князя Романа Ростиславовича, которые учреждены с целью материальной поддержки одарённой молодёжи. Все претенденты прошли строгий конкурсный отбор. Среди них призёры международных, всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов, а также студенты, имеющие отличные оценки в течение учебного года. Почётную награду получили 48 смолян. В Десногорской 4-й школе подвели итоги городского этапа творческого конкурса «Слава Созидателям». Об итогах вы узнаете из нашего следующего сюжета. Конкурс «Слава Созидателям» – это множество работ, идей и героев. Мы уже рассказывали вам, как прошли итоговые мероприятия в первой, второй и третьей школах. В каждой школе свой особый сценарий проведения заключительной встречи. 19 декабря в актовом зале 4-й школы в уютной обстановке также собрались герои видеороликов, ученики и их педагоги. Мероприятие посетили заместитель директора САЭС Анатолий Терлецкий и заместитель главы города Александр Новиков. Они также приняли участие в награждении школьников и героев видеороликов. Благодарю вас за вашу план. Кто-то строил, кто-то эксплуатировал, участвовал. В эксплуатации нашего общего объекта, независимо от того, где мы работали, непосредственно на станции, либо в вспомогательной организации, в школе воспитывали детей, все равно мы все делали одно участие. Мы все работали на безопасную эксплуатацию нашего объекта. Спасибо вам за ваш труд, здоровье, счастье, тепло наших домов. Спасибо за то, что откликнулись на призы нашего молодого и растающего поколения. Ученики 4-й школы Анастасия Камилова, Илья Зюков, Валерия Григорьева победили в городском туре конкурса. Их работа будет отправлена в Москву для дальнейшего участия в федеральном этапе. Это был Спанов Петр Михайлович, он был перестроителем нашего города. Он строил атомную, он строил многоэтажные дома и многие здания и предприятия. Мы узнали много интересных фактов о городе, интересных фактов о том, кем был Петр Михайлович, какие он здания построил. И мы узнали историю города. А у нас сердце опять горячо, горячо. И опять, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Вот как я упался от веток. В Смоленске названы самые дефицитные профессии. В области не хватает медицинских сестер, дорожных мастеров, слесарей по ремонту дорожно-строительной техники, электромонтеров, сварщиков, автомехаников, швей, поваров, кондитеров и бухгалтеров. Об этом сообщили на заседании по вопросам подготовки рабочих кадров для приоритетных отраслей экономики Смоленской области, которое прошло под председательством заместителя губернатора Оксаны Лободы. Опрос был проведен среди 230 работодателей. В него были включены не только промышленные предприятия, но и организации бюджетной сферы образования, здравоохранения и культура. А сейчас криминальные новости. В Демидовском районе на территории национального парка незаконно были вырублены 110 деревьев, ольхи и 9 берез. Злоумышленник причинил лесному фонду ущерб на сумму 173 тысячи рублей. По данному факту задержан неработающий житель близлежащей деревни. Уколо его дома стражи порядка обнаружили дрова, которые мужчина заготовил для личного пользования из незаконно спиленных лесных насаждений. В отношении него возбуждено уголовное дело. Засадеянное подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 7 лет. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 117 сообщений о происшествиях, из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 104 административных правонарушений, в том числе 72 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 8 человек. В завершении выпуска немного о спорте. 23 декабря в зале детской юношеской спортивной школы нашего города прошли соревнования юных дзюдоистов. Подробности далее. Открытое первенство детской юношеской спортивной школы Десногорска под дзюдо среди юных спортсменов было посвящено Дню энергетика и 35-летию со дня пуска первого энергоблока Смоленской АЭС. Смоленская атомная станция – это атомный гигант на территории Центрального федерального округа России. То есть три энергоблока, мощность достаточно для того, чтобы выдавать электрическую энергию, энергетическую систему страны. Но главное, чтобы вы получили дети и еще один. Задел в своем мастерстве, не травмировались, познакомились с друзьями и приехали домой с хорошим настроением. С праздником вас! В первенстве приняли участие команды из Десногорска, Росхавля, Сафонова. Всего более 70 участников в возрасте от 11 до 15 лет. Начинающие спортсмены старались проявить себя и показать, чему они научились за полгода. А опытные дзюдоисты хотели пополнить свои копилки новыми медалями. Я научился не бояться этого, во-первых. И во-вторых, я научился стоять намного жестче и резкостью, еще раз тоже, и выносливостью. В первый бой я вышел с сильным мальчиком. Я на самом деле думал, я ему проиграю, но я его сконтрил и бросил на Вазарию. Вот. И выиграл. Да, было очень тяжело с ним бороться. Юных спортсменов горячо поддерживали болельщики. По итогам соревнований десногорские ребята заняли много призовых мест. Первыми стали Елизавета Демина, Ольга Григорьева, Евгений Берг, Александр Яковлев, Кирилл Еврасов, Евгений Холодок. Субтитры создавал DimaTorzok